Привет, мои дорогие! Сегодня видео будет о покупках спортивной одежды. Кто смотрел мое предыдущее видео о том, как я держу себя в форме, и мое питание, и тому подобное, знает, что я сейчас собираюсь идти на занятия по пилатесу, по йоге, ну и решила я себе прикупить немножечко спортивных вещичек. Сразу скажу, что видео будет короткое, потому что купила я не так уж и много, но раз купила, решила с вами поделиться своими покупками. И давайте начнем. Первое, что я купила, это была вот такая вот толстовка, найковская. Она розовая, как вы уже видите. Она на молнии, с капюшоном, и внутри она с таким, как начосом, что ли, в общем, теплая толстовка, но в то же время она не толстая, то есть бывают, знаете, такие толстовки, которые очень из плотного материала, но это легенькая и в то же время теплая, и цвет яркий такой, мне кажется, что, не знаю, для спорта можно покупать какие-нибудь яркие, забавные вещи. Вот, толстовка стоила 2499 рублей. Покупала я эту толстовку в Спортмастере, у нее обычная белая молния. Вообще, я люблю такие вещи, в них можно ходить как и дома, так и гулять по улице, можно ходить на шашлыки, можно ходить зимой, просто одел какую-нибудь футболку, одел толстовку, накинул на себя куртку и побежал, будет тебе комфортно, тепло. Опять же, говорю, тепло, удобно. Короче, вы поняли, что я имею в виду. Вот, очень довольна покупкой, потому что вещь просто незаменимая, и можно даже ходить дома, когда холодно как-то, когда погода противная, хочется во что-то такое закутаться. И вот толстовки как раз спасают от такого состояния, скажем так. Ну и, конечно же, в спорте толстовки тоже незаменимые вещи. Дальше я купила себе вот такие вот лохины, леггинсы. Что это у нас? Это у нас, это у нас. Это брюки. Брюки легенд. Короче, просто обычные спортивные лосины, тоже найковские. Ничего особенного, просто самые-самые обычные тянутся. Я взяла темного цвета, не стала я брать какие-то там светлые, серенькие и еще какие-то. Потому что, когда занимаешься спортом, не знаю, там, занимаешься йогой, иногда нужно лечь на пол, иногда нужно встать на коленке, там, еще что-то. Светлые вещи будут, естественно, быстро очень пачкаться и, не дай бог, еще и портятся. Мне очень нравится качество, как сделаны эти лосины. У них внутри есть даже такой кармашек, то есть вы туда можете положить плеер или телефон и спокойно заниматься, сзади, там, через футболочку протянуть проводочек, и у вас будут наушники и плеер никуда не денется. Вот, сколько стоили эти лосины, сейчас скажу. Где-то у меня тут была бумажка. 2799 рублей. Тоже покупала в спортмастере. Все вообще, все, что я покупала, это было все из спортмастера. У меня размер у этих штанишек, сейчас скажу, XS, а у толстовки был размер S. Дальше. Купила я себе еще вот такие вот теплые-теплые спортивки, тоже найковские. У меня все покупки, опять же, повторюсь, из найка были. Просто обычные серые классические треники. Они теплые, они внутри идут с таким начесом. И эти треники из серии Just Do It. Эта серия сейчас очень популярна в найке. Они такого не светло-серого цвета, а темного-серого. Я думаю, вы все это видите. И внизу они с такой резиночкой. В общем, я очень-очень им довольна, потому что смогу их носить даже зимой. Не знаю, с темперлендами, с угами, с курткой. Будет очень классно смотреться, с какой-нибудь жилеткой. И вот, можно будет даже одеть их, уги, свитер, шапку и пойти играть в снежки или с жилеткой. Будет тоже очень-очень клево смотреться. Ну и в конце концов, буду заниматься в них спортом. Потому что как лосины, это очень классная и полезная вещь, так и такие широкие тренинги. Это тоже очень-очень полезная и классная вещь. Дальше я купила себе вот такую вот футболочку. Она тоже найковская, серенькая. Мне очень понравился ее рисунок. То есть она, знаете, она вроде бы не спортивная, но в то же время она достаточно гламурная. То есть если сюда одеть какую-нибудь цепочку, такую широкую, одеть какие-нибудь джинсы и какие-нибудь ботинки. Допустим, вот на танкетке сейчас такие кроссовки. Я забыла, как они называются. Элизабет, что-то там, Моран или как-то так. В общем, вы поняли, о чем я говорю. Вот. Мне кажется, тоже будет очень-очень здорово смотреться. С какой-нибудь кофточкой. Да и, естественно, со спортивными вещами. Тоже отлично смотрится. Ну и на каждый день футболка тоже незаменимая вещь. Вот. На этом я свое видео... А, стоп. Стоп, стоп, стоп. Не сказал. Футболка стоит 1199 рублей. А штаны, я не помню, говорила или нет. Вот. Говорила или нет. Штаны стоят 2299 рублей. На всякий случай скажу. Ничего страшного из этого не будет. Все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то, конечно, ставьте пальчики вверх. Забирайте это видео к себе в избранное. Подписывайтесь на мой канал. Ну и пока-пока. До новых встреч.